перед началом видео прошу поддержать проект и подписаться на youtube канал instagram канал все грамм канале я постоянно стараюсь выкладывать новые видео рассчитываю окупаемость и ищу самые дешевые цены для видеокарт чтобы купить их максимально выгодно обязательно подписывайтесь не пожалеете всем привет в этом видео мы рассмотрим такой проект как iron fish это децентрализованный блокчейн проект основанные на proof of work то есть мы сможем майнить проект обещает высокую безопасность для транзакций и тупи и интеграцию с web 3.0 разработка этой монеты началась в 2020 году у данного проекта имеются инвесторы и они накопили какой-то определенный капитал посмотрим сколько это вот на этом сайте можно глянуть на данный момент они всего накопили примерно 33 миллиона долларов много это или мало давайте сравним с другими блокчейн проектами например с чья network то есть здесь 33 почти миллиона а вот здесь вот около 70 миллионов теперь давайте сравним это например с соланой солана 315 миллионов долларов то есть соланов 10 раз больше чья в два раза больше но даже так сумма в 33 миллиона долларов мне кажется вполне приемлемой для того чтобы монета хотя бы первое время приносил нам какую-то пользу как майнером сейчас монета цены не имеет потому что идет стадия тестнета но уже двадцатого числа по моему в 7 часов по мск а будет запуск основной сети и уже ближайшее время наверняка будет листник на какую-нибудь биржу где мы сможем узнать цены у этой монеты майнить ее понятно дело будет выгодно первое время потому что будет ниже сложность выгодно в количестве получаемых монет имею ввиду на какой из бирж именно она залистится мы когда-нибудь узнаем для того чтобы майнить эту монету нам нужен кошелек для того чтобы получить мы переходим на вкладку одевать юс и вот снизу спускаемся выбираем валют и сейчас кошелька как бы нету написано что он скоро будет готов и нужно подождать какое-то время думаю то что когда будет запускаться майонет то уже он должен все-таки появится а так когда будет смотреть видео возможно он уже появится начать майнить эту монету можно уже сейчас но в таком случае ваши монеты они будут в тестовой сети и сейчас пулы предлагают получается если вы будете у них майнить даже в тестовую сеть то они вам предлагают выплату в долларах за то что вы как бы поддерживаете пул и не сейчас борется за первенство вы можете видеть как резко возросла например сложность сети вот смотрите сейчас пул криптоx платят за то что вы участвуете вот в майнинге на их пуле и они говорят что если будет получается на пуле 5 стира хэшей то за два дня 3080 наберет примерно 6 баксов давайте посмотрим сколько же уже сейчас там этих тира хэшей вот навожу мышкой и вижу там нифига уже не 5 а 45 то есть получается то что если я правильно понимаю то будет вот награда за два дня 6 делить на 9 да то есть вообще ни о чем короче и уже сейчас подсоединяться если я правильно понимаю поздно поэтому нужно дожидаться основной сети и только тогда заходить майнинг монета iron fish маянс на алгоритме blake 3 в том числе как и монета alethium давайте вот здесь я посмотрим видите также на алгоритме blake 3 теперь перейдем на сайт хэшрейт ноу здесь вот нажимаем на coins здесь снизу ищем получается alethium нажимаем по ней здесь нажимаем на вкладку benchmarks и здесь мы можем примерно посмотреть сколько будут майнить наши карты на данном алгоритме для того чтобы понять при каком разгоне выданы данные результаты мы должны нажать на видеокарточку вот допустим 3080 и вот здесь нам дают как раз настройки разгона вот последнем столбце в итоге нам желательно дождаться когда на этой странице появится уже как утвержденный кошелек завести там адрес и на него маянинг а когда получается будет листик на биржу то мы с этого кошелька переводим на биржу и там торгуем но также имеется и предварительная версия кошелька для того чтобы сейчас показать как настроить майнинг на high os и windows я скачаю ее но желательно конечно дождаться настоящий утвержденный все сейчас я сделаю это чисто для примера вот и скачиваю виндовую версию вот я запустил скаченный кошелек нажимаю создать аккаунт давайте как ничего назовем допустим я назову вот так теперь необходимо запомнить мнемоническую фразу которая здесь стоит из 24 слов записать ее на листочек и не потерять также вот можно скопировать после того как вы это сделаете здесь нажимаете вот галочку я сохранил и нажимаете next на следующем шаге необходимо повторить комбинацию из всех выписанных слов по очереди это нужно для того чтобы вы точно не ошиблись когда записывали данную мнемоническую фразу из 24 слов после того как вы повторно ввели мнемоническую фразу здесь написано что для того чтобы пользоваться кошельком нужно скачать сам блокчейн можно сделать например нажав на эту кнопку а тут нажав скачать я пока скопирую данный адрес теперь дожидаемся пока скачается блокчейн теперь давайте настроим сам майнинг давайте помайним на пуле криптов здесь есть уже инструкции для windows и предлагает получается нам три майнера bz srb майнер и ригель давайте начнем с хайуэс переходим нашу ферму хайуэс полетные листы здесь выбираем монету она называется айрон выбираем кошелек сюда вставляем кошелек который мы скопировали из нашего установленного приложения iron fish как нибудь называем например айрон полт нажимаем создать выбираем пул например криптекс выбираем майнер например bz майнер как-нибудь называем например айрон пол чем вот такое и теперь необходимо применить настройки разгона вот сюда вот переходим на хешрейт ноу вот допустим карты находим нашу карту 3080 здесь выбираем олефиум потому что их один тот же алгоритм здесь берем например высокие настройки разгона и вот копируем вот эти вот настройки для bz майнера сюда и вставляем у нас появляются ошибки потому что необходимо заключать все дело в кавычки у таков кавычки и через 2 . получается параметры разгона перенос строки через enter опять кавычка вот кавычка закрывается 2 . теперь еще раз кавычка и вот таким образом форматируем строку конце убираем пробел вот и все теперь ошибок нет и здесь нажимаем применить изменения также можно нажать например здесь rtx 3080 до это у нас получается имя работника ну и все примите изменения создаем полетный лист как мы видим у меня не последней версии хайуэс перед началом майнинга я обновлюсь на последнюю версию вот сюда нажимаю и здесь вот нажимаю апгрейд все хайуэс обновился давайте запускать майнер нажимая полетные листы ищем доктора только создал допустим iron call нажимаю применить итак на базе майнере нам удалось выжить с карты примерно 4600 гигахешей давайте испытаем быстренько и другие майнеры сейчас я быстренько создам полетные листы под них это у нас для ригель майнера допустим так вот только что запустился на майнере ригель и получил тот же самый результат хотя есть впечатление то что кушает ригель майнер прямо на пару ватт меньше но это не так важно следующее это srb мая получились такие интересные результаты все карты выдает якобы по 1000 мегахешей но при этом здесь написано 57 74 гигахеша давайте перейдем в полетные листы я покажу какие настройки у меня применены у меня применен как его пул хера майнер с майнер srb майнер мульти и здесь у меня вот такие настройки давайте посмотрим какой же хешрейт все-таки отражается на самом пуле потому что текущих хешрейт по моему раза в четыре выше чем был на предыдущих майнер переходим на сайт хера майнерс здесь выбираем iron fish здесь получается листаем самый низ вот вводим адрес я уже вел его и действительно хешрейт майнера совпадает с хешрейтом пула 56 гигахешей что гораздо больше чем на двух других майнерах как бы странно это не было теперь давайте быстренько настроимся для винды вот скачиваем например bz майнер нажимаю скачать для винды вот его распаковываем на том компе где мы хотим майнить получается это ноутбук у меня с картой 360 ну и здесь получается нужно запускать сам майнер как его правильно настроить если вы хотите на пуле криптоx это сделать то здесь можно ввести допустим rtx 3060 и ввести сюда адрес кошелька и здесь на выходе получается готовый текст для батника можно скопировать это дело дальше перейти базы майнер допустим зайти вот старт iron fish изменить его и вот сюда это дело ставить сохранить ну и можно запускаться вот спустя примерно полтора минуты можно видеть хешрейт но на этом все у нас есть два пути первое присоединяться к майнингу iron fish майнить эту монету без цены она потом появится на биржах и мы ее возможно выгодно продадим ну а второй путь это оставаться на тех же монетах сейчас вы увидите как у них возможно значительно упадет сложность и вы будете майнить привычные монеты типа каспо нэкса там да и получать больше монет пока другие надеются разбогатеть на iron fish и за себя могу сказать то что у меня уже есть много нэкс и много каспо и у меня нету радианта нету вот этого iron fish и естественно нету других монет я вот хочу как-то усредниться чтобы у меня всего было смотрим в большом количестве чтобы потом когда все это начало расти как бы минимизировать риски вдруг там что-нибудь не вырастет поэтому я перейду на iron fish но на этом все если видео вам понравилось ставьте лайки и подписывайтесь обязательно на телеграм-канал и на youtube канал всем спасибо